здравствуйте коллеги добрый день мы приветствуем вас на очередном выпуске кардио новостей я напоминаю что вы всегда можете посмотреть их в оригинале на сайте европейского общества кардиологов а мы представляем вам свой адаптированный на русском языке ну и поскольку уж мы представляем ассоциацию врачей первичного звена сирано позвольте сказать несколько слов о тех мероприятиях которые у нас пройдут в ближайшие дни а это для от и ларингологов это для от и ларингологов очная конференция со свистушкиным валерий михайловичем и некифоровой галины николаевны в городе кемерово ждем вас 8 апреля вся информация у нас на сайте а для педиатров у нас совершенно уникальный проект который воплощает в жизнь два замечательных профессора геннадий азикович новик из санкт-петербурга кафедра имени воронцова и там разова ольга борисовна из москвы они очень хорошо сочетают знания всяких аллергологических вещей у них потрясающе интересные красивые лекции они очень интересно подают материал поэтому вот в ближайшее время 8 апреля педиатров перми мы с удовольствием ждем на нашу конференцию с участием таких замечательных лекторов ну а еще упомянув кафедру воронцова я бы хотела сказать о том что совсем недавно от нас ушел совершенно замечательный педиатр прекрасный человек корешей я не знаю все те слова которые бы хотелось сказать о нем николай павлов шабалов давайте посмотрим небольшой ролик в его память и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, дорогие зрители, давайте перейдём к нашим кардио-новостям. Надежда Леонидовна, мы много говорили про внезапную сердечную смерть, и вы часто на конференциях про неё рассказываете. Вот какие новые данные у нас появились? Да, я всегда говорю о том, что вот чем гордятся европейцы, то что все исследования, во-первых, на очень большой выборке, и вообще всё, что они делают в медицине, у них протоколируется. И это очень здорово, можно результаты оценить именно уже в области доказательной медицины с хорошими коэффициентами и так далее. Итак, в Европе 35 тысяч описанных случаев остановки сердца вне лечебного учреждения. Именно поэтому они начали бить в колокола и говорить о том, что должны оказывать помощь, уметь оказывать помощь на улицах. Я действительно читаю об этом целую лекцию на тех конференциях, в которых участвую. И это очень важно, и важно, чтобы мы с вами, как врачи, умели это делать, но уже и важно, чтобы это умел делать каждый человек, потому что, ну вот вы видите, 35 тысяч описанных случаев, и естественно, что из 35 тысяч помощь не была оказана в 100%, и люди просто погибли, хотя если бы человек, умеющий оказывать помощь, был рядом, вот этого бы не случилось. Есть еще один момент, который тоже отдельно отслеживается, как это все связано с физической нагрузкой, все-таки заниматься спортом или не заниматься у молодых, у пожилых. В данном случае, в этом исследовании, они выяснили, что всего лишь 2,2% связаны со спортом, с физической нагрузкой. Причем очень такой интересный момент, что у мужчин это встречается в 13 раз чаще, чем у женщин. То есть женщина как-то, видимо, дозирует свою нагрузку, не провоцируя сердцу к аритмиям или к остановке. А вот мужчины, они у нас более такие жесткие, да, вот, и взял сразу сильный вес, там чрезмерный вес, и этим спровоцировал приступ аритмии и дальнейшую остановку сердца. Ну, в целом, кажется, да, что процент как будто бы небольшой, но мы с вами обсуждали в прошлых выпусках про то, как и даже на спортивных играх бывали случаи, что погибали спортсмены. То есть все равно об этом нужно помнить, нужно об этом знать. Это за каждым из этих процентов, да, стоят человеческие жизни. Да, и всегда. Просто когда мы говорим еще о известных спортсменах, это имеет всеобщую, как бы, информированность, и это всегда потрясает общество. Хотя реально в обычной нашей жизни это встречается достаточно часто. Ну что ж, перейдем к следующей новости. Надежда Леонидовна, вы не устаете на конференциях повторять о том, что у пациентов сердечной недостаточности нужно назначать на установку кардиодефибриллятора. И узнали, что появились какие-то новые данные, да, по ресинхронизирующей терапии. Можете рассказать? Ну, для начала, чтобы нашим слушателям было понятно, что такое ресинхронизирующая терапия, чтобы мы говорили на одном языке, просто еще раз напомню, что это на самом деле вид кардиодефибриллятора, который устанавливается у пациентов с сердечной недостаточностью и нарушениями ритма, и блокадами различными. Для чего? Для того, чтобы камеры сердца сокращались более правильно, да, то есть ресинхронизирующие, чтобы, когда пошел ресинхрон, вот электроды от этого кардиовертер-дефибриллятора устанавливаются в разные камеры сердца и ресинхронизируют их, да, ресинхронизируют. В общем, это, конечно, не из области терапии, это из области хирургии. И именно кардиохирург, когда мы посылаем пациента, которому мы с вами, доктора, назначили все базовые препараты для лечения сердечной недостаточности, да, то есть они у нас получают ингибитор АПФ, бета-блокатор, антагонисты минералокортикоидных рецепторов, глифлозины. Если у нас декомпенсация, то диуретики. Мы его компенсировали, он у нас только на четырех группах, все хорошо. Мы говорим, давайте вы сходите к кардиохирургу и пусть он оценит правильность установки у вас кардиовертер-дефибриллятора. И уже хирург решает вопрос, какой из видов кардио-дефибриллятора он ставит. Или обычной, или вот ресинхронизирующей терапии. Вот такая последовательность действий. Почему это нужно сделать обязательно? Потому что пациенты умирают не от того, что они отекли, декомпенсация, а от того, что начинается аритмия. И именно в момент аритмии или остановки сердца должен стоять встроенный кардиовертер-дефибриллятор. И таким образом мы однозначно продлеваем жизнь человеку и спасаем его от преждевременной смерти. Ну, теперь уже конкретно по ресинхронизирующей терапии. Дело в том, что опять же, эта тема уже разрабатывается дальше. Какие там подвиды, как что, какие случаи. И в данном случае уже 551 пациент вот с этим установкой ресинхронизирующей терапии стали смотреть, а как же оценить эффективность этой терапии, какие параметры. И вот это исследование, о котором сейчас пойдет речь, оно, собственно, выявило новый показатель эхокардиографии. Это соотношение между сокращением самого желудочка и межжелудочковой перегородки. Ну, это расчетный показатель, да. По которому нужно оценить эффективность вот этой терапии. И вообще сам факт устанавливать ее или нет. То есть это такая дополнительная опция инструментальная, которая позволяет кардиохирургам контролировать вот этот метод терапии. Вот такое еще сообщение. Удивительно, конечно, как продолжают исследовать уже пациентов, у которых уже установлено, да, у которых уже есть эта терапия и продолжают смотреть, верно ли это, нужно ли это, да, и приходят к таким выводам. Ну, потому что для Европы, понимаете, 80, это не конец жизни, это начало очень даже сохранной и интересной жизни, ну, так, лет до 95. То есть еще там, то есть это есть о чем поговорить. Ну да. Надежда Ленина, перейдем к следующей новости, она тоже касается хирургии, и поговорим теперь про имплантацию аортального клапана. Вот что? Тоже, вот, кстати, все в одну дугу, потому что вот как раз аортальный клапан меняют при выраженном атеросклерозе аортального клапана не при врожденных пороках, а именно, когда это уже атеросклеротическое поражение, связанное с возрастом. Пожилые тоже пациенты. Это не тоже пожилые, это только пожилые, потому что уровень установки, вот мы с вами делали предыдущее сообщение, там, наверное, несколько месяцев назад, о том, что они рассматривают снижение границы установки аортального клапана до 75 лет, а на данный момент эта граница 80 лет. То есть вопрос о том, ставить или не ставить аортальный клапан звучит 80 лет, потому что уровень дожития таких пациентов считается 8, по-моему, лет, вот, а сейчас есть данные о том, что этот клапан беспроблемно стоит 12, вот, поэтому они хотели еще снизить эту границу. Вот, так вот, таких пациентов, которым за 80, которому установили этот клапан, опять же, их продолжают наблюдать дальше, что со всем этим происходит. И таких пациентов в Швеции оказалось 16 тысяч, мало, немного. С ума сойти, да? Вот, им встают, они спокойненько живут. Значит, клапан этот ставится через стенд, то есть открывают, через стенд вводят этот клапан и потом открывают его в сердце. То есть это не полостная операция, через стенд. И вот они стали смотреть, как часто размеры этого клапана могут не соответствовать отверстию аортального клапана, который реально у этого человека существует. вот, и в общем достаточно хорошие данные получили, выяснили, что только у 3% вот это несоответствие может привести к тому, что их жизнь не продлится дольше обычного. Не уменьшится, но не продлится дольше обычного. на самом деле неэффективно. Неэффективно оказалось. Вот, но, извините меня, в 97% оказалось, что даже если немножко не соответствует, то ничего страшного, все равно продолжительность жизни увеличивается. Ну да, то есть при среднем уровне несоответствия оказалось, что нет никакого влияния на те показатели, которые оценивали. Да. Ну что, мы перейдем еще к одной новой технологии, но уже не из кардиохирургии, а из области диагностики. Надежда Ленина, расскажите нам. Тоже потрясающее, конечно, изобретение. Мне чем-то это напоминает термометр, которым мы раз и измерили температуру тела там в разных местах. А здесь точно такая же передвижная лаборатория для определения уровня тропонина в случаях острого коронарного синдрома. Когда скорая приезжает на вызов, боли в области грудины, и речь идет о диагностике острого инфаркта миокарда, собственно, показатель уровня тропонина один из основных, по которому ставится этот диагноз. Один из абсолютных критериев. И вот теперь его можно определять с помощью прибора, который просто накладывается на руку, и в течение нескольких секунд он дает результат. Эффективность этой методики 90%, то есть достаточно высокая, и это очень удобно и очень облегчает жизнь врачам скорой помощи. Но остается только надеяться, что до России дойдет в скором времени это изобретение, и мы сможем его использовать. Почему нет? Понимаете, вот мы сейчас о нем рассказали, доктора, которые сидят на скорой помощи начнут дергать своих начальников и говорят, так, мы тоже такой хотим. Те узнают, где это продается, ну и цепочка пошла. Я сейчас подумала, мы на очных конференциях тоже разыгрываем среди присутствующих свои приборы, некоторые медицинские приборы. Будет интересно, если, представляете, через год мы будем разыгрывать вот такой сенсор для оценки тропогии. Думаю, что он, конечно, не дешевый, но почему нет? Ну, помечтать можно. Будем надеяться на лучшее. Будем стремиться к этому. Да, но следующая наша тема очень сложная. Мы поговорим про тромбоэмболии лёгочной артерии. Мы знаем, что это состояние очень тяжело диагностировать и оно приводит к очень, ну, фатальным последствиям. и вот на какие показатели нужно обращать внимание, чтобы вовремя диагностировать? Ну, вот, европейское общество кардиологов ещё лишний раз нам говорит о трёх основных критериях, абсолютных критериях постановки этого диагноза. Первый критерий – это уровень додимера. Ну, есть тромбы, если додимер повышен, значит, где-то тромбообразование у нас в организме выше, чем положено. Второй показатель – это эхокардиография. Если мы имеем тромбоэмболию лёгочной артерии, то есть у нас идёт повышение давления по малому кругу кровообращения, дальше вступают в силу все признаки лёгочной гипертензии и, соответственно, перегрузка правых отделов сердца. На эхокардиографии это будет видно, будет расширение полости, перегрузка правых отделов. И третий метод – это компьютерная томография самих лёгких, на которой будет виден участок, который перестал нормально кровоснабжаться. И вот сочетание этих трёх критериев позволило европейскому обществу разделить сам факт эмболии лёгочной артерии на четыре степени риска. Ну вот, коллеги, вы сейчас видите на экране картинку, на которой мы можем видеть эти группы риска, группы низкого риска, средне-низкого, средне-высокого и высокого. И в зависимости от того, в какую группу попал пациент, ему назначают разное лечение. Ну, главный момент, который хотелось бы отметить, что тромболизис назначается только в группе высокого риска. Почему? Да, почему так? Потому что само по себе тромболизис может вызвать это такая палка о двух концах. Вот, поэтому если высокий риск, то однозначно тромболизис надо этот тромб как-то растворить. Вот, если средне-высокий, то опасность кровотечения превышает риски вот этого растворения этого тромба. Поэтому даже при средне-высоком риске всё равно обсуждается вопрос применять или не применять тромболизис. Только когда степень переходит высокая, только тогда наступает время Ч. Ну, а вообще эти пациенты должны получать антигагулянтную терапию обязательно. А как долго? Вот, как долго? Минимум три месяца. Но если говорить лично моё мнение по этому вопросу, то пожизненно. Потому что если случился уже один раз вот этот момент, то он обязательно произойдёт второй раз. И, собственно, все эти данные исследования только это подтверждают. Вот, что, ну, как бы, вот это первое начало, она провоцирует это самое тяжёлое. Это, конечно, когда вот этот тромбоэболей может потихонечку подсыпать, 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 и человек может ещё достаточно долго жить, это не так критично, если он находится на антикогуляционной терапии. Вот, а если этой терапии нет, то в итоге затрамбируется большой кусок лёгочной артерии, а мы знаем, что если это очень крупная артерия, то там включается безусловный рефлекс на остановку сердца. Вот, поэтому всё так, поэтому, да, антикогуляционная терапия, в общем, пожизненная, и как бы не надо об этом забывать. Вот, а вообще я ещё хотела сказать, что в острой фазе, когда у нас всё-таки диагностируется лёгочная эмболия, пациент в острой фазе получает пероральные антикоагулянты прямого действия, кроме тех, у кого есть антифосфолипидный синдром, им назначают антагонисты витамина К. вот, и необходимо таким пациентам оставаться в больнице, пока не восстановится функция правого желудочка и не нормализуется тропонин. Когда эти показатели придут в норму, пациента можно выписывать, но на антикоагуляционную терапию. Ну, хорошо ещё узнать, что продолжаются исследования, всё-таки и новые поколения антикоагулянтов, и изучают вопрос возможности катетерного вмешательства, то есть тоже наука не стоит на месте, и даже вот при таких состояниях какие-то всё новые и новые методы будут применяться со временем. Это точно. Надежда Леонидовна, мы много говорим про диагностику, про лечение очень сложных заболеваний. Давайте проговорим про профилактику. Вернее, тоже не надо забывать. Вот как старшему населению профилактировать сердечно-сосудистые заболевания? У нас сегодня прям гериатрический выпуск. Что же делать у пациентов старше 80 лет? На самом деле очень интересная тема, потому что действительно вот мы говорим, что если мы убираем какой-то фактор риска, то продолжительность жизни увеличивается. Пациента уже 80, о чём мы говорим. И прежде всего конкретно мы говорим о профилактике инсультов и инфарктов миокарда у этой возрастной группы. Конечно, если это встречается в этой возрастной группе, то инвалидизация идёт гораздо быстрее, чем в другом возрасте. Но давайте посмотрим, какие факторы риска у молодых и у пожилых, у тех, кому старше 80. Они одинаковые же, по факторам. Факторы риска одинаковые. Например, возьмём курение. Стоит ли бросать курить после 80? Мне кажется, если человек за 80 лет не бросил курить, он уже и не будет пытаться. Это абсолютно правильно. Нет, может быть, даже он будет пытаться, но толку от этого не будет никакого. Потому что сам факт бросить курить, то есть организм приходит в норме через 15 лет после того, как человек бросил курить. То есть в 95 лет вы будете чувствовать себя так же, как другой, случайно доживший до 95. Мутеваться не очень сильно. Поэтому, что касается курения, забудьте. Так, так, так. Что касается артериального давления, тоже очень интересная тема, потому что у пожилых старше 80, оно должно быть не ниже 120 на 80. Да? Не ниже. То есть оно не должно быть выше 135 на 90, но не ниже 120 на 80. Нужно так подобрать препараты, чтобы давление находилось в этом диапазоне, потому что низкое давление 100 на 60 или даже 110 на 70. Это не очень хорошо для пожилых пациентов. Вот. Это, наоборот, еще один фактор риска для них, для какого-либо другого заболевания. Следующий фактор риска гиперхолестерин и миа. Тут тоже есть своя специфика. холестерин надо снижать. На данный момент ничего эффективнее статинов не придумали. Хотя статина, конечно, имеет какие-то свои побочные эффекты и свои эти самые. Но, в общем, когда за 80, уже бояться побочных эффектов и каких-то негативных влияний, уже не надо. Вот. Уже надо просто пить эти статины для того, чтобы вот этот уровень холестерина не привел к сердечно-сосудистым катастрофам. Вот здесь однозначно да. То есть если с курением уже все равно, то с холестерином еще поборемся. Да, еще поборемся. Вот. И еще остался у нас один фактор риска. Это как раз тромбообразование, о котором мы только что говорили. И тут опять же идет разное такое разное мнение, потому что раньше говорили, что вот дедушка, давай ты будешь пить аспирин и ты проживешь долго и счастливо. И мы даже знаем рекламу такую по нашему телевизору. Вот. Ну, сейчас уже говорят о том, что из-за того, что аспирин вызывает сильное кровотечение, вот эта профилактика, просто длительная профилактика аспирина не в острых состояниях, а такая вот профилактический прием аспирина сейчас неактуален. Но что касается меня, я бы лучше назначила как раз антикоагулянты или ремоксабана или что-нибудь. Мне кажется, это практически рейтмотив наших всех последних выпусков. Это разговор об аспирине и о том, что его побочные эффекты настолько могут быть сильными, что, в общем-то, нивелирует пользу от его приема. Это правда, хотя всегда об этом знали, но какой-то вот было сначала целый пул был исследований 30-летней давности о том, что надо, надо назначать, что это дешевый препарат, 75 миллиграмм, и это можно всегда сделать. Потом это все свелось к тому, что назначать аспирин надо, и он действительно хорошо разжижает кровь, но в острых ситуациях, то есть вот когда какие-то острые моменты. Ну, собственно, сейчас такая осталась. Вот, сейчас такая осталась. То есть у него есть место применения, но вот для такого огульного длительного профилактического приема уже это считается немодно. Ну что ж, мне кажется, очень интересный у нас выпуск получился. Да, такой серьезный. Да, присоединяйтесь к нам через две недели на новом выпуске. А сейчас спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова